Добрый день, дорогие читатели! Меня зовут Алексей, я руководитель сервиса готового ремонта Quadrim и сегодня в совместном проекте InMyRoom и Weber мы расскажем, как оштукатурить стены и подготовить их под шпаклевание. Поехали! Для начала на подготовленную стену мы устанавливаем маяки. Они служат рельсами для создания идеально ровной поверхности и фиксируются на гипсовом составе с помощью уровня. Между маяками должно быть расстояние чуть меньше длины провила. Перед штукатуркой по монолитным стенам мы наносим грунтовку типа бетонный контакт. Важно создать шероховатую поверхность, чтобы штукатурка хорошо держалась на стене. В нашем случае мы используем штукатурку Weber PrimContact. Имейте в виду, такой состав используется только под гипсовую штукатурку. Сейчас мы вам покажем, как подготовить раствор к работе. На наших объектах мы используем гипсовую белую штукатурку Weber Vitanit Profi Gips. Друзья, важно! Сначала добавляем воду, а потом засыпаем смесь и замешиваем. Всегда читайте инструкцию на упаковке, у каждого производителя она своя. Готовый раствор по консистенции должен быть как жирная сметана. Готовый состав наносим шпателем на стену крупными шлепками. Затем излишки разравниваются по маякам провилом снизу вверх. Они являются направляющими для инструмента. Стена штукатурится участками по маякам. Важная характеристика штукатурки это ее пластичность. Это упрощает процесс выравнивания. Вы и ваши мастера это оценят, особенно на больших объемах. Самое классное в этом продукте наличие микроволокна в составе. С таким составом мы уверены в прочности стены. Итак, мы закончили штукатурные работы, настало время их принять. Основная задача штукатурки выровнять большие перепады по вертикали и по горизонтали. Мы принимаем качество штукатурки по ровности. Берем для этого провела трехметровый с уровнем и прикладываем к стене. Смотрим. Отлично. Стена по уровню. Теперь принимаем работы по качеству нанесения штукатурного слоя на поверхность. Для этого мы простукиваем стену. Глухой звук. Отлично. С задачей мы справились. На сегодня работы закончены. На этом мы не останавливаемся. Наша задача подготовить стены под покраску. Впереди еще два слоя шпаклевки, стеклохолст, шпаклевание финишное и только потом мы приступим к покраске. Целый сэндвич, в котором мы рекомендуем использовать материалы от одного производителя. Это обеспечит идеальную совместимость материалов между собой. А как мы это будем делать, смотрите в следующих сюжетах. Мы закончили штукатурные работы. Настало время их принимать в вертикали и по горизонтали. Основная задача штукатурки... Меня зовут Алексей, я руководитель готов. Меня зовут Алексей, я руководитель студентов. Всем привет, дорогие зрители! Спасибо. 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 Спасибо.